Дорогая семья нашей церкви! Я думаю, что возможность изучать Слово Божие — это для нас большая привилегия. Реально, вот большая привилегия. Многие люди не понимают, насколько мы счастливы иметь Слово Божие. Я думаю, что понимают особенно те, которые испытали трудности с получением Нового Завета, или Библии, или, может быть, кто-то не имел этого. И только те могут частично понять. Но Библия говорит о том, что изучение или познание Слова Божия связывается с самым чем-то прекрасным и превосходным. То, что приносит удовлетворение, то, что приносит радость и благословение. Сергей, хороший звук или нам нельзя взять другой микрофон? Хорошо, спасибо большое. Потому что мы тестируем новую систему, я извиняюсь за такое отступление. И сегодня мы будем продолжать нашу серию, которая называется «Десять заповедей». Мы подходим к окончанию этой серии. Сегодня девятая заповедь. Я хочу, чтобы мы, смотря на все эти заповеди, мы видели самую важную мысль, которая звучала уже не один раз. Это не просто список, друзья. Это не просто какой-то свод правил, которые нужно. Чек-маг исполнил, не исполнил, исполнил, не исполнил. Смог здесь или не смог здесь. Здесь хороший, здесь плохой. Нет, это состояние человеческого сердца, которое приводит к определенному поведению и приводит к определенному отношению к Богу и к людям. Необходимо понять о том, что это не просто дано, как указание, исполнил хороший, не исполнил плохой. Это как дано указание и возможность человеку понять полноту и глубину жизни, которую Бог предопределил для каждого человека. И сегодня, я уверен, что вы слышали не раз это повеление, которое звучит в 20-й главе 2-й книги Моисеева, это Исход, 20-я глава, 16-й стих. 20-16. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Короткие слова, которые, возможно, многие знают наизусть. Более того, с ними согласны. Более того, он оставляет своих детей и внуков и говорят, не обманывай, не говори о другом плохо. Когда я размышлял об этих словах и начинал готовиться к проповеди, у меня сразу возник вопрос, почему? Почему Бог включил этот призыв в список очень важных призывов? Почему этот призыв о том, чтобы не говорить обманные слова о другом человеке, стоят наравне с тем, что есть Бог, Бог суверенный, Бог великий, Бог удивительный, и нет других богов. И что нужно поклоняться только этому Богу, и здесь же стоит, не обманывая другому человеке. Почему это так важно? Почему это стоит вместе, в одном месте Писания? Почему, более того, Бог сам эти слова сказал? И сказал, что это важно, передавай следующему поколению, твоим внукам, твоим детям. И дальше, и дальше, чтобы эти слова заучивали, чтобы эти слова сохранили и положили в специальное место. Он высек на куске камня это, подарил, дал людям. Все это настолько важно было для людей. Почему у меня вопрос был? Почему нельзя уже свидетельствовать? В чем опасность? Какие последствия? Как избегать этого? Обо всем этом мы будем сегодня смотреть через Слово Божие. Я хочу, чтобы вы внимательны были к Слову Божьему. Сегодня будет около 30 мест Писания, если у вас есть возможность записывать их. Это все создает общую картину, как Бог смотрит, как Бог требует, как Бог хочет, чтобы мы относились к этому моменту. Вроде бы простая истина, не обманывая. Не обманывая о другом человеке. Вначале я хотел посмотреть, как Бог относится к обману вообще. Бог ненавидит ложь. Библия использует именно это место, именно это слово. Очень сильное, очень яркое. Ненавидит ложь. Вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость в душе Его. Глаза гордые, язык лживый и руки проливающие кровь невинную. Сердце кующее, злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Посмотрите, лжесвидетель, который наговаривает ложь на другого человеке, стоит в одном списке с людьми, которые проливают невинную кровь. Вас это не настораживает, насколько это серьезный вопрос? Человек, который убивает физически человека другого, стоит на одном уровне с человеком, который сеет раздор между братьями и который наговаривает ложь на другого человека. Насколько это серьезный вопрос? Насколько у Бога серьезное предупреждение к этому вопросу? Я хочу, чтобы мы понимали, как Бог относится к этому вопросу, как Он смотрит на этот момент в нашей жизни. Бог сам себя характеризует, как тот, который никогда не изменяет своим словам. Титут 1 глава, 2 стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Бог себя называет неизменный в слове Бог. Бог, который не изменяет своим обещаниям, не изменяет своему плану. Бог, который, если обещает, Он исполняет. Бог именно таков. И как противоположность, Сам Иисус Христос говорит, откуда начинается ложь. Сам Иисус Христос указывает источник лжи. Иоанна 8, 44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человекоубийцем от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец, и отец лжи». Это серьезное предупреждение для тех людей, которые поступают по заповедям Божьим. Кто такие последователи Христа? Те, которые идут по тем следам, по которым шел Христос, по тому направлению, куда шел Христос, к той цели, по которой шел Христос. Те люди, которые поступают по следам дьявола, это последователи дьявола. Не обязательно это люди, которых живет дьявол, или которые одержимы дьявола, но они идут по тому пути, по которому дьявол. Наполнены лжи, наполнены обмана, потому что он отец лжи, и он отец обмана, он лжец, он говорит свое, в нем нет истины. Вот так их характеризует дьявола сам Иисус Христос. И, конечно, Иисус Христос повторил важность этой заповеди в своем Евангелии, Марка 10, глава 19 стих. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Иисус Христос насколько увидел важность этой заповеди, что он повторил тому своему собеседнику и сказал «Не делай этого, это важно». Я хочу, чтобы мы поняли, как вступление к этому вопросу, как Бог смотрит на этот вопрос. Что-то не просто так, где-то как он-то что-то сказал. Плохо? Ну, конечно, плохо. Ну, кто из нас плохо не поступает? Нет, Бог относится к этому серьезно. Почему? Потому что мы чуть больше посмотрим, это влияет на нашу, на мою и твою, и ближнего жизни. Я хотел бы посмотреть, что же такое вообще лжесвидетельство. Я поискал определенные определения, и вот так как это очень просто и понятно каждому, это преступление, которое выражается в сознательной даче заведомо ложной информации органам власти. Это говорит Википедия. Кстати, в Америке дача ложных показаний карается тюрьмой до пяти лет. Вроде бы простой вопрос. О ком-то неправильно засвидетельствовал. Почему это было важно тогда в древности? В то время не было фото, не было телефонов, которых ты мог сфотографировать и доказать свою виновность или невиновность. Не было видео, не было подслушивающих какое-то устройство. Были только что люди, которые могли сказать, свидетели, которые видел или не видел, слышал или не слышал, было это дело или не было этого дела. И поэтому на основании вот этих свидетелей и решался вопрос суда. И человека обвиняли или оправдывали по какому определенному вопросу. Поэтому было очень сильное предупреждение, не лжа свидетельствовал, что этот человек может умереть, даже умереть, только потому, что ты сказал неправду о нем. Его могут побить камнями, если ты сказал о том, что он это делал, а он этого не делал. Будь внимательный к своим словам, что ты говоришь о ближнем своем. Это было очень важно тогда. Дело в том, что говоря о лжи свидетельстве, я бы не хотел, чтобы мы сегодня смотрели только на дачу показаний в суде. Лжи свидетельства – это как часть лживого языка человека, это как часть состояния сердца, в котором живет обман. Лжи свидетельства – это как часть той лжи, которая распространяется о другом человеке. Это не обязательно суд, это не обязательно какое-то место, где ты говоришь, да, я говорю правду. Это вообще наша жизнь, что мы говорим о другом человеке, как мы отзываемся на нем, что мы передаем другим, как мы характеризуем общий портрет того человека, о ком мы говорим. Я хочу, чтобы мы сегодня смотрели именно так. Подготавливаясь к проповеди, я вспомнил два ярких примера, когда были лжи свидетели, и по итогам лжи свидетельства были ужасные последствия. Один из них, вы все знаете, это записано в Третье Царство, когда Иезавель, нечестивая царица, захотела захватить землю на Вуфея, виноградник на Вуфея. И она говорит, давай, я куплю тебя. А Вуфей был святой человек. В каком плане святой человек? Очень важно понять, что это был не просто кусок земли. За виноградником, мы все знаем, нельзя было продавать в Израиле землю. За виноградником стояло целое поколение. Была память о том, кто владел до этого. Это нужно было не продавать, а передавать дальше своим сыновьям, своим внукам и дальше поколению. И это было очень важно. И он говорит, нет, я не пойду этим путем. Он смог отказать самой царице. Что делает она? Она просто убивает. Но не просто убивает, а убивает изощренным способом. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди. Люди перед народом говорили, «Новофей хулил Бога и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер». Посмотрите, насколько сильно было жил свидетельство, что человек умер из-за этого. Цель была достигнута. И Изавель завладела виноградником. Конечно, она потом за это поплатилась очень сильно. И вы все читающие Библию знаете, каков конец был ее смерти. Это был ужасный конец, когда и хоронить нечего-то было после ее смерти. Но я хочу обратить внимание, каким способом люди добивались своего. Друзья, вы думаете, что-то поменялось в этом мире сегодня? Вы думаете, нет других виноградников? Других территорий? Сегодня разве люди не захватывают, не то, что не захватывают, сегодня разве люди для того, чтобы что-то делать, свой план, не пользуются лишь свидетельством и обманом в мир интернета, в мир, когда люди используют радио, телевидение и газеты, и все способы массовой информации для того, чтобы повести своим путем? Разве нет этого сегодня? Я хочу посмотреть внимательно на второй пример, когда религиозные лидеры распяли Христа. Превосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей пришло, не нашли. Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И стал первосвященник и сказал ему, что же ты ничего не отвечаешь? Что они свидетельствуют против тебя? И Иисус молчал. Та же самая история. Для того, чтобы достичь своих целей, для того, чтобы добиться своего неправедным путем, люди пошли опять-таки на лжесвидетельство. Они нашли людей, которые засвидетельствовали о том, что чего не было. На самом деле Христос говорил об этом, но он говорил о том, что не то, что они сказали. То есть они извратили то понимание, которое сказал Христос. И сегодня, размышляя об этом, нам необходимо увидеть, насколько в истории человечества люди постоянно пользовались этим методом, для того, чтобы достичь своих целей. Иногда эти цели большие, иногда эти цели совсем маленькие. Но мы иногда можем манипулировать ситуацией, словами, людьми, для того, чтобы достигать своих целей. И в этом есть опасность. Какие способы сегодня люди используют для того, чтобы достигать своих целей? Есть хорошее выражение, я его где-то прочитал, уже не помню где. Если вам удалось обмануть кого-то, то не думайте, что этот человек глупый. Вам просто доверяли больше, чем вы того заслуживаете. Не правда ли хорошее выражение? В наших человеческих отношениях иногда все очень сложно. Мы иногда выстраиваем наши отношения годами, иногда мы начинаем дружить, и это шаг за шагом. Наша семья, когда мы только встретились, мы начинаем жить вместе, и эти отношения строятся, строятся, строятся. И как ужасно, когда после многих лет семья разваливается, после каких-то обидных слов, обидных действий, когда дружба разваливается, когда братья и сестры в церкви, которые строили эту церковь вместе, потом ее разваливают, из-за обидных слов, из-за неправильных действий, мы иногда разрушаем то, что мы строим годами. Или другие люди строят. Первый момент, который используют люди, это лесть. Лесть. Псалтирь, 11 глава, 11 Псалом, 2-3 стих. «Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, нет между верных сынами человеческими, ложь говорит каждый ближнему своему, усталь стивы, говорит от сердца притворно». Вроде бы, ну что здесь плохого? Польсти человеку, начальнику, или какому-то, ну тому человеку, от которого зависит твоя судьба. На самом деле Библия говорит о том, что человек может иметь двойной ум, двойное сердце, двойной язык. И там, и там. Думать одно, говорить другое. Библия предостерегает от этого. И одна из характеристик Иисуса Христа была очень сильной. Не было лести в устах Его. Подумайте о Христе. Он видел сердце человека. И он знал, что надо сказать, и что не сказать. Но не было лести в устах Его. Второй способ. Очень часто люди используют самый простой обман. Обман может быть иметь уродливые формы, когда в глаза просто врут, и когда в глаза унижают. И может быть очень красивый, когда говорится полуправда. Когда говорится правда, но без всего контекста. когда люди используют часто правду для того, чтобы достичь своих эгоистических целей. Правда, она не всегда удобна. И каждый, кто прожил даже больше меня, все это знают. Правду иногда нельзя говорить, потому что ты можешь поплатиться. Но говорить-то что-то надо. И вот тогда люди дадут на обман. Третий момент. Это клевета. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Обратите внимание, это характеристика человека праведного. Человека, который обитает, ходит пред Богом, который находится в жилище Бога, обитает на его святой горе. Его характеристика? Ходит непорочно и делает правду. Говорит истину. И не просто даже на языке, в сердце своем. Потому что мы уже не раз говорили на этой серии о том, что наше состояние сердца определяет наше поведение, наши слова, наши отношения, наши действия. Состояние сердца. Это очень важно. Дальше он говорит, тот, кто не клевещет языком своим. И здесь же он говорит, не делает искреннему своему зла. То есть, другими словами, клевета может подразумевать то, что мы не делаем искреннему своему злу. Но, более того, клевета имеет продолжительное действие, как принятие поношения на ближнего своего. И действительно, есть две характеристики. Того человека, который придумывает сплетню или клевету, или неправду, и передает ее другому человеку, есть вторая категория, который принимает, разжевывает и начинает его передавать дальше. Это также участие в неправедных делах. Интернет сегодня, социальные сети, это как один из безнаказанных способов клеветать на другого человека, особенно на известных людей. Вы можете сегодня написать все, что хотите, и вам ничего за это не будет. И мир по такому правилу живет. Но самое ужасное, что сам дьявол назван клеветником. Если вы посмотрите, как это откровение 12 глава 20 стих, дьявол назван клеветником на братьев наших и сказано, что он уничтожен, он истреблен. Братья и сестры, необходимо помнить, по чьим следам мы идем, когда в нашем сердце рождается клевета, и мы передаем ее дальше. Необходимо помнить, кто является основателем или тем, который начал эту клевету. Еще один момент. Это сплетни. Убить можно физически, можно убить морально. Морально можно убить. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я, Господь, левитом 19 глава. Многие люди цитируют сегодня в церкви «Не ходи переносчиком в народе твоем, но забывая о продолжении и не восставай на жизнь ближнего твоего». Здесь сказано что-то о том, что ты будешь физически убивать. Нет. Сказано, что переносчик восстает на жизнь ближнего своего. Друзья, это очень серьезно. Тот человек, который переносит сплетни и клевету на другого человека, он восстает на жизнь другого человека. Друзья, убереги нас, Господь, от таких шагов. Это не просто слово. Мы понимаем о том, что сила слова, она очень сильная. Сила слова настолько, что можно человека вдохновить к жизни, а можно положить в могилу. Сила слова, она такая, что может поменять сердце человека. И поэтому Слово Божие призывает нас к тому, чтобы принимать это слово в наше сердце. И Слово Божие, сравнивая со Словом, говорит о том, что это как меч, который проникает в наше сердце, делает определенную операцию в нашем сердце и изменяет его. И поэтому я подхожу к очень важному моменту. Откуда начинается вся проблема? Вся проблема в человеческом сердце. Потому что Матфея 15 глава «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». Это сказал Христос. «Из сердца». И поэтому человеку необходима операция по изменению сердца. И поэтому Слово Божие говорит о том, что человек должен встретиться с Богом. И каменное, жестокое, сердце, в котором живет грех, должно замениться мягким, в котором живет Святой Дух, который имеет влияние на наш характер, на наши слова, на наши отношения с другими людьми. Вот что происходит в момент покаяния, о котором брат сегодня так много упоминал. Я хочу, чтобы мы понимали о том, что нам необходимо изменение сердца для того, чтобы наша жизнь, наш язык изменялся так же. Не внимай пустому слуху. Не давай руки твоему нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Есть призыв в Писании, исход 23 глава. Не внимай пустому слуху. Это не просто самому сочинять. Это вот такие уши делать и все это собирать. И жить этим. И пережевывать это. И смотреть другими глазами после этого на тех людей, о которых ты услышал. Не допускайте это в свое сердце. Более того, в Библии есть запрет на то, чтобы опускаться на один уровень со лжесвидетелем. Не буду лжесвидетелем на ближнего твоего. К чему тебя обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам. Его. Отношения между нами людьми, я повторюсь, они иногда очень сложные. И когда идет клевета или сплетни, лжесвидетельство на нас, нам больно. Потому что унизили нас, потому что затронули нас, сказали неправду о нас. Что первое возникает у нас? Это эмоции. Мы люди, которые наполнены эмоциями. Кто-то настолько наполнен эмоциями, что начинает драться физически. А кто-то начинает искать возможности отомстить точно так же словом, точно так же клеветою. Не поступайте, так говорит Писание. Не говори, как он поступил со мной, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам. Его не говори в своем сердце. И поэтому, когда это приходит в нашу жизнь, кто-то что-то о нас плохое сказал, или мы что-то услышали, то, что у нас даже идеи не было придумать такое, а мы якобы сделали это. Друзья, помните о том, что есть проблема в человеческом сердце. И когда мы видим человека, который говорит сплетни или кривиту, или который говорит обман в отношении другого человека, проблема не в его языке, проблема в его сердце, которое еще не изменено Богом. И прежде всего, первый шаг – это молитесь об этом человеке, потому что ему необходимо понять всю опасность своего положения и своего влияния на другого человека. Почему мы обманываем? Почему люди обманывают? Первое – это чтобы избежать своих последствий, своих ошибок. Люди делают ошибки, это правда. Все мы делаем ошибки. Кто-то ошибки, которые, может быть, только ты знаешь, кто-то делает ошибки, в которые включена твоя семья или твои сотрудники, может быть, церковь, может быть, какие-то большие группы людей. И все мы хотим избежать этих последствий. И поэтому мы обманываем. Это очень четко видно у наших детей, когда явно же ребенок сделал вот эту шалость или чего-то поломал, или чего-то разбил, и говоришь, «Ты это сделал?» «Нет!» «Нет!» «Как нет?» «Ты же был в этой комнате, разбил вазу эту или еще что-то». «Нет, я этого не делал». И люди хотят, понимают о том, что у них будет негативное последствие их ошибок, и они боятся и начинают врать. Люди также используют ложь для того, чтобы не разрушить тот портрет, который нарисован, и который видят все люди. Ведь мы же видим только внешность. Вы не видите мое сердце и мои мотивы. Вы видите мое поведение. И если я сделал то, что может разрушить этот красивый, этот прекрасно нарисованный портрет меня, моей семьи, я не хочу это, чтобы вы знали. Я начинаю обманывать. Я начинаю это скрывать. И очень часто люди, вместо того, чтобы раскаяться и признать, они начинают юлить и начинают обманывать. Очень часто люди делают обман только для того, чтобы достичь своих целей. Мы уже об этом немножко говорили, как и Изавель, которая была своя цель, и они использовали уже свидетельство обмана другого человека для того, чтобы сделать так, как она захотела. Да, неправильно. Использовал обман, но это была одна из целей. А также, чтобы быть выше другого человека. Для того, чтобы подняться, для того, чтобы мне стать лучше, для того, чтобы другого человека унизить. Это очень важное замечание. Еще одно, на что я хотел посмотреть, это какие последствия. Что лжесвидетельство и обман между нами людьми приносят в нашу жизнь? Самое первое, это приносят разрушенные взаимоотношения. Люди ссорятся. И те взаимоотношения, которые строились годами, они разрушаются. И поэтому нам очень важно понять о том, что мы хотим строить взаимоотношения или разрушать взаимоотношения. Когда-то, когда чуть больше 15 лет назад мы с женой сыграли свадьбу, и у нас было время, когда мы поехали в путешествие в Крым, и там были около двух недель, и очень много, хорошее было время того, как мы видим свою семью. И мы долго говорили, писали. И потом пришли к одной идее. Мы взяли листок и написали в двух колонах, что созидает, ну, как с нашего опыта, ну, как это, это не опыта, с того, что мы слышали, что мы читали, что созидает семью и что разрушает семью. Просто то, что мы видели в нашей жизни. Мы написали длинный список, по-моему, даже больше, чем один листок. И мы задали вопрос самим себе. Мы хотим строить нашу семью или разрушать нашу семью? Мы хотим строить наши взаимоотношения или разрушать взаимоотношения? И это навсегда определило курс нашей семьи. И это навсегда определило то, куда мы идем, и чем мы занимаемся, и какие наши отношения. Второй момент – это разрушенное доверие к нашим словам. От лжесвидетельствов страдают в первую очередь мы. Завтра люди не будут верить нашим словам, если обнаружится обман. Как я могу доверять тебе завтра, если я знаю, что ты обманываешь, если ты наговариваешь на другого человека? Как я могу доверить? То есть я страдаю в первую очередь от того, что я говорю ложь. Также очень важно, притча 22 глава 8 стих, есть закон сиеней жатвы, сиеней неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Есть простой закон, если ты говоришь сегодня неправду, она будет обнаружена, и будет наказание. Некоторые люди говорят, а у меня наказания не было, а я сделал так, что все вышло красиво, и никто ничего не узнал. Да, в этом и есть проблема. Писание говорит о том, что если Бог любит нас, Он нас наказывает. Точно так же, как мы родители. Любя и воспитывая своего ребенка, мы применяем определенное наказание, потому что Он наш, потому что Он любит, потому что мы любим Его. Если Бог сегодня не изменяет твое сердце и не говорит, где и в чем ты сегодня неправ, возможно, твои отношения с Богом нарушены, возможно, их уже давно нет. Следующий момент, ужасная последствия, это разрушение репутации другого человека. Все мы хотим, чтобы наш авторитет как-то поднялся, не правда ли? Когда мы приезжаем в новую страну, когда мы приходим в новую церковь, когда мы приходим в новую работу, на учебу, мы все работаем над тем, чтобы немного завоевать авторитет. И одно слово, одна клевета может разрушить полностью то, над чем мы старались долго и упорно. Притча 25 глава 18 стих, что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство на ближнего своего, против ближнего своего. Представляете, какие ужасные орудия люди используют против того, чтобы, как возможность говорить ложное свидетельство, молот, меч, острая стрела. Здесь говорится что-то об убийстве физическом. Нет? Но это и хорошее сравнение того, что происходит, когда мы говорим, уничтожаем репутацию другого человека. И нам необходимо понять, что не мы Бог, и не мы определяем уровень, не мы определяем судьбу другого человека. И самое последнее, о чем я хотел сегодня поговорить и закончить, это как бороться. Если в нашей жизни есть искушение к левите, к сплетням, к искушению неправду сказать о другом человеке, или, может быть, правду, но для того, чтобы этим потом человеком манипулировать и для того, чтобы использовать в своих целях. Как бороться с этим? Первое, самое большое, нам необходимо посмотреть на Христа. Филиппийцам 2 глава. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Мне нравится новый перевод. «Ибо у вас должны быть тот же образ мыслей, каков и во Христе Иисусе». Образ мыслей. Каков был у Христа? Не было лести в устах Его. Говорил правду. И готов был даже умереть за правду. Второй момент – это ищите возможности проявить любовь. Ищите возможности проявить любовь. Необходимо помнить, что за лжесвидетельством стоит ненависть или стоит нелюбовь. Апостол Павел в 13 главе Римлянам говорит, «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. И так любовь есть исполнение закона». Мы возвращаемся оттуда, от чего начинали. Десять заповедей – это не список. Это не просто указание, правило, которое определяет, хороший ты или плохой. Это как возможность подтолкнуть тебя к общему состоянию. И сказано, что любовь есть исполнение закона. Любовь к Богу и любовь к ближнему своему. И когда ты будешь любить ближнего своего, у тебя не возникнет идеи обманывать против него или распространять негативные вещи. Более того, даже если человек ошибся и упал, и даже очень сильно упал, твоя любовь поможет этому человеку подняться, а не дальше его топтать и рассказывать другим о его падении и о его неправильных действиях. Любовь намного выше закона. И поэтому апостол Павел призывает к официанам в 4 главе к такому призыву, посему отвергнув ложь. Говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Мы связаны друг с другом. И он говорит, поэтому говорите истину друг к другу. Третий момент. Помните, друзья, о силе, о большой силе, о большой силе влияния наших слов. Иакова, 3 глава, говорит, «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, это человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Действительно, человек, который говорит что-то, он может вдохновить, и он может опустить человека. Человек, который говорит что-то, он может дать надежду или, наоборот, забрать эту надежду. Нам необходимо помнить, что слово очень сильное, что слово, оно имеет влияние. И поэтому, прежде чем что-то сказать о другом человеке, задумайтесь об одном простой вещи. Принесет ли этому человеку благо то, что я о нем скажу? Принесет ли это, поможет ли ему это в духовном росте, в том, чтобы подняться, даже, возможно, после его падения? Поможет ли это ему расти? Это простой вопрос, но мы в этом можем участвовать. Наполняйте свое сердце добротой. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердце говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что это всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Опять-таки смотрите на то, что есть в сердце. Есть один пример, который я уверен, мы все слышали. Его по-разному интерпретируют, но то, что я слышал, это было, когда одна женщина распространяла худую молву о Рави, об учителе еврейском. И в один момент она пришла и сказала, что я извиняюсь, я вот такие вещи делала, как я могу исправить это? И он сказал, что в том, чтобы взять подушку перьевую и пойти на ветреную погоду, и в том, чтобы разбросать все эти перья, разорвать подушку. Она это сделала и пришла. Он говорит, теперь соберите перья назад. Каждый понимает, что это невозможно. Точно так же слова, которые вылетают однажды о другом человеке, они никогда не вернутся. И они могут разрушить или созидать другого человека. Еще важный момент. Просите у Бога силы в этом искушении. Если мы знаем, что это искушение, которое есть в нашей жизни. Апостол Павел ободряет нас через слово 1 Коринфянам 10 главе. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым в сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Друзья, мы можем делать те шаги, которые могут формировать и помочь человеку в его жизни. И самый последний момент, который я хотел закончить, мою проповедь. Иакова 1 глава, 19-21 стих. «Братья мои возлюбленные, всяк человек добудет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей, поэтому, отложив всякую нечистоту, а сладок злобы в кротости, примите наслаждаемое слово, могучее спасти ваши души». Друзья, сегодня звучит слово и призыв для каждого из нас. «Принимаешь ли ты? Принимаю ли я это слово, которое изменяет мою душу, которое изменяет мое состояние и мое понимание, как мне относиться к ближнему своему, которое определяет, что я говорю о ближнем, что я думаю о ближнем, и чем наполнено мое сердце. Вот что изменяет мое состояние». И поэтому сегодня слышу этот призыв, чтобы не говорить ложного свидетельства на ближнего своего. Друзья, я хочу, чтобы мы пересмотрели еще раз свою жизнь и сказали, «Господь, я живу, как простой человек. Иногда что-то вылетает, иногда о ком-то что-то говорю, иногда правду или неправду. Помоги мне понять, насколько мои слова могут влиять на другого человека и, говоря о другом человеке, формировать этот портрет. И поэтому, друзья, я призываю сегодня еще раз переоценить этот вопрос и в молитве, в молитвном состоянии прийти к Господу». Аминь. Восдержание 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 дарит Исцеление Лучшая поэзия Лучшее молчание Лучшее молчание Моленье Лучшая молитва Покаяние Лучшая Покаяние 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 Я забудусь в таинстве молчания Перед Богом счетным умилений Все очистят слезы покаяния Высшую поэзию моления Страх Господень А в воздержание Воздержание дарит исцеление Лучшая поэзия молчание Лучшее молчание моленье Лучшая молитва покаяние Покаяние тщетно без прощения Лучшее пред Богом предстояние В глубине высокого смирения Аминь 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 Готови Продолжение следует...